Благодарение нашему Господу, дорогие и возлюбленные Господом, братья и сестры, до этого места помог нам Господь. Писание говорит, все дышащие дославят Господа. И благодарение Господу, что мы вдыхаем этот воздух, и это к нам относится, что мы можем прославить нашего Господа в это время. Благодарение Господа за всех вас, которые присоединяетесь к этой молитве с постом, за это нелегкое и непростое время, в котором мы живем. И мы знаем, что Господь, Он что-то хочет нам особенное показать, чему-то хочет нас научить в это время. Поэтому мы и молимся, и постимся о том, чтобы Господь открыл наши глаза, чтобы нам видеть больше, чем когда-либо, и чтобы слышать больше, чем когда-либо. И благодарение Богу мы приближаемся к тем дням, когда мы вспоминаем Пасху Иисуса Христа, который пошел на крест за наши грехи. И Он доказал нам свою любовь в этом, что Он возлюбил нас любовью вечной. Поэтому мы в любых ситуациях всегда возлагаем наше упование на Господа. И когда мы проходим это время, непростое время, Бог во всякой ситуации говорит, и мы должны распознать Его голос, чему Он хочет научить нас. Господь говорит к пастырам, Господь говорит к диаконам, Господь говорит к родителям, к отцам, к матерям, Господь говорит к детям. И Он хочет нам сказать, чтобы мы были очень-очень внимательны к тому, чему Он хочет нас научить. Я хотел бы обратиться к Слову Божьему и прочитать место Писания, которое всем нам очень знакомо. Записано оно, это Писание Хеваниста, Луки, 4 главы, 18 стихом говорится следующее. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Друзья мои дорогие, для этой миссии Иисус Христос пришел, и чтобы ее исполнить, Он говорит следующее. Дух Господень на мне, друзья дорогие, чтобы нам жить в это время и не бояться ничего, чтобы к нам бы не приходило. Нам необходимо, чтобы Дух Господень был на нас. И когда Дух Господень будет на нас, то мы будем знать, знать Его голос, и будем знать, как нам быть Его руками, и как нам быть Его голосом в это последнее время. Много людей проходит нелегкое время, проходит время страха, и время какой-то неопределенной такой ситуации. Но верующий, но церковь Господа, она отличается от этого мира тем, что она знает, куда она идет, и кто ведет нас за собой. Иисус Христос наш Господь, Он тот, который проводит нас через это время. И Он хочет, чтобы мы в это время взбодрились, чтобы мы поняли, что в это время Он, Господь, хочет совершать свои великие дела. Когда знает враг, что ему мало времени осталось на этой земле, Господь хочет, чтобы церковь Его, возлюбленная Его, поднялась во весь рост, во всей красоте, во всей полноте, во всей силе, и могли совершить свое служение, как никогда раньше. Народ молится, ведь по всех странах народ Божий молится, и многие президенты молятся и взывают к Богу, чтобы Бог явил свою милость. Друзья, как я прочитал, нам нужен Дух Божий, нам нужно переоценить наши стремления и наши желания в этом мире. К чему мы стремимся, что мы хотим достигнуть, где мы собираем наши сокровища. Все, что мы можем взять на небо, это тех людей, которые Господь дал в нашу жизнь, наших детей прежде всего, и наших, может быть, сработников, друзей, или, может, даже какого-то странника, которого мы не знаем, но которому мы рассказали о Господе, указали им место, где можно получить надежду. Наш Господь Иисус Христос, Он желает быть видимым через нас в это время. И чтобы, когда мы находимся на местах, в домах наших, чтобы мы это время использовали в большем молитве, в общении с Господом, чтобы мы могли с новыми силами и с новой переоценкой жить оставшееся время, которое Господь нам позволит жить на этой земле. Поэтому пусть Господь нам поможет. Мы будем готовить сердце наше к молитве. И благодарность Господу за всех вас, друзья, которые, невзирая на все тревоги, на все переживания, вы проводите время своего молитвы, проводите время с Господом. Молодежь, 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 God loves you, God is preparing you for an unusual time, when you're going to be so fruitful for Christ. God bless you all, never give up. Друзья, дорогие, хотел бы еще для тех, кто переживает и в страданиях своих, может быть, вы больны и приходит страх, и приходят разные переживания. Господь близк, Господь возлюбил нас. И хочу напомнить всем нам место, которое записано в Иоанне Матфея, в 11 главе. Мы будем готовиться к молитве, мы будем готовиться к ходатайству друг за друга, за церковь, за детей, за нашу местность, за президента, за эту страну. Будем готовиться. Но кто еще переживает сильно за себя, Господь говорит следующее. Придите ко мне все, труждающие и обремененные, я успокою вас. Чтобы нам быть очень плодоносными, чтобы нам быть сильными в деле Господнем, мы должны получить это успокоение от Господа. Мы должны получить этот мир от Господа. И тогда, дорогие возлюбленные, с Господом, те, кто любит Господа, самые лучшие еще впереди нас. Чтобы враг не предпринимал, как бы он не пытался атаковать церковь Иисуса Христа, но самые лучшие для церкви еще впереди. Потому что Господь приготовил благодать и силу Духа Святого для церкви. И Его слава будет явлена, как никогда раньше. Поэтому, друзья, дорогие братья и сестры, мы будем молиться об этом. Мы будем ходатайствовать пред лицем Господа о том, чтобы Его слава пришла. Вспомнить день Пятидесятницы, когда они были все единодушны вместе. Когда они сошлись и искали лица Господа. Да, перед этим у них, может быть, были обиды на кого-то. Кто-то был расстроен разными ситуациями, но они пришли в то место, и они искали Господа. И вдруг сделался великий шум с неба. Дух Святой сошел. Слава Господня явилась. Поэтому, друзья, дорогие, возлюбленные, это время для славы Господней. Если у вас есть какие-то обиды, что бы ни произошло в вашей жизни, друзья, дорогие, простите вашим обидчикам. Покройте любовью, той любовью, которую дал вам Господь, и она пребывает в вас. Покройте. Чтобы не было никаких препятствий в молитвах. Чтобы имя Господне было возвеличено. Чтобы в вашем сердце было место для Господа, место приятным для Бога. Место, где пребывает любовь, где пребывает мир, где пребывает великий запас любви и благодати для тех, кто нуждается в утешении и в мире. В этих кратких словах, друзья, хотелось бы намного больше сказать. И за эти дни, которые я ищу Господа, молюсь, и с теми людьми, с которыми я разговариваю, я вижу, что в моих сердцах так открыты. Используйте всякую возможность поделиться доброй вестью. Могите или послать какую-то хорошую проповедь, любимую вашего проповедника, для тех сотрудников, с которыми вы работаете, а сейчас не можете встречаться. Пусть Бог даст вам мудрость, как использовать это время. Я приглашаю вас, друзья, к молитве сейчас. Бог возлюбил вас с любовью вечной. И Он дал нам Духа Святого. И каждый из нас должен сказать, что Дух Господен на мне. И Он призвал меня служить этим людям. Поэтому призываю вас. Давайте мы сейчас склонимся в нашей молитве. И возовем к Нему. И мы будем услышаны. Приходим к Нему в молитве. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя за дыхание жизни. Я благодарю Тебя за Твой Дух Святой, который утешает нас во всех скорбях наших, во всех наших переживаниях. Я благодарю Тебя, Господь, за народ Твой, который присоединяется в молитве, который ищет лица Твоего с постом и молитвою, Господь, за молодежь, которая, Господи, она живая, она сильная, Господь. И она готовится служить Тебе, Господь, как никогда раньше. Я благодарю Тебя за пастырей, которые ходатайствуют и пользуются за народ Твой. И я благодарю Тебя за диаконов, которые, Господи, Боже, ищут лица Твоего, Господь. Я благодарю Тебя за родителей, за отцов, за матерей, которые возносят Тебе молитву эту. Господь, я благодарю Тебя за бабушек и дедушек, которые молятся за внуков Свои, Господь, которые не тратят это время на пустые всякие переживания, но они используют это время для время молитвы. Господи, я прошу Тебя, благослови Твой народ, благослови Твою церковь, силой Духа Святого наполни сосуды Твои, Господь. Подними, Господь, для славы Твоей сосуды Твои, Господь. Боже, я молюсь Тебе, чтобы то, что Ты обещал, Господь, что придет сила, что придет слава Твоя на народ Твой, придет многое и великое спасение для многих душ, Господь. Мы ходатайствуемся, чтобы Ты, Господь, это совершил, чтобы Ты явил это, Господь, чтобы Ты был прославлен, Господь, теми, кто переживает сегодня депрессии, теми, кто сегодня болеет и может быть неизлечимыми болезнями, Господи. И мы ходатайствуем, Господь, за эту страну. Мы ходатайствуем, Господь, за президента нашего. Мы ходатайствуем за все страны, Господь, за Израиля, Господь. Боже, да придет Твое пробуждение, да придет, Господь, Твое просветление, да восстает Твой свет в домах наших, в семьях наших, да придет полное освобождение, Господь, в тех сердцах, кто переживает нелегкое время, Господь. Кто, может быть, отступил от Тебя на время. Господи, но довернутся они в Дом Твой, и допознают они Тебя. Мы молимся, Господи, Боже мой, чтобы Ты сохранил народ Твой от этого вируса, Господи. Господи, и от этой болезни, но больше всего вируса страха, вируса неверия, Господь, Боже, да будут наши пределы помечены кровью ангца. Да бы враг знал, что мы народ Твой, что мы Твое наследие. Пусть Твое имя Твое, Господь, мы молимся и просим, пусть имя Твое прославлено будет. Мы благословляем Тебя. Мы величаем Тебя. Дух Святой, Ты с нами. Мы благословляем Тебя. Мы воздаем Тебе фалу. Мы воздаем Тебе благодарение. Наш всемогущий Бог за то, что самый лучший для Церкви Твоей, для нашего Духа, еще впереди, Господь. Слава Тебе. Господь, Ты приотвляешь Церковь Твою, как сосуд, Господь. Чтобы, Господь, достигнуть тех, кто находится во тьме, кто далек от Тебя, кто разбит, Господь, всякого рода демоническими силами, Господь. Боже, но мы молимся во имя Иисуса Христа. Да, да придет слава Твоя, и да возрадуются народы о делах чудных Твоих, которые Ты совершаешь. Вся земля полна Твоей славы, Господь, сегодня. Дай нашим глазам способность видеть эту славу. Благодарим Тебя за все. За то, что Ты слышишь наши молитвы, за то, что Ты с нами, за то, что Ты учащаешь нас, подкрепляешь нас Духом Святым. Да будешь Ты прославлен наш великий и премудрый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.